Йо, ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбл Макс и, как вы видите, сегодня со мной мой братан. И, как вы уже догадались, мы едем за PlayStation 5. В этом видео вы увидите процесс покупки PlayStation и, по сути, как мы ее распаковываем. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу поставить лайк, подписаться на канал, ну а также пишите свое мнение по этому поводу. Если что, сейчас 26 ноября, это, по сути, на 7 дней задержали наш заказ. Сейчас, вообще, как бы, мы, конечно, не первые, кто предзаказали плойку пятую, потому что мы предзаказали после своей игры, но все же задержали плойку пятую. И, вообще, на самом деле, какой-то старт PlayStation оказался довольно-таки странным, поскольку людям, которые оплатили полностью предзаказ, не вернули. Ну а те, кто, вообще, история просто читает с интернета, те, кто оформили вот эту вот карточку, якобы сертификат на предзаказ PlayStation 5, он, по-моему, у многих не сработал. И говорят, ребят, у вас сертификаты, типа, ни о чем. Если вдруг кто-то тоже столкнулся с такой бедой, напишите в комментариях, потому что, мало ли, люди просто врут. А вообще, на самом деле, нам немножко повезло, потому что ребятам отправляли смс о том, что их заказ прибудет 29-го. Но наш заказ, кстати, мы заказали не дисковую версию, а как раз-таки цифровую, L-Digital Edition, и она нам, по сути, придет именно сегодня, 26 ноября. Мне пришла смс, а на сайте сначала ничего не было. Вообще, сначала мы, когда заказали, нам, ну, типа, ориентировочно на 19-е число, потом с 19-го перенесли, по-моему, на 24-й, если я не ошибаюсь, и потом с 24-го перекинули на 26-е. Мы не стали с магазином ругаться как-то, от них что-то требовать, потому что пишут, что это проблема абсолютно везде. Это не просто там магазин, в котором мы предзаказали, не выдает нам, потому что мы-то какие-то такие плохие и играем на Xbox'е. Ну, а потому что это такая вот получилась глобальная проблема, из-за которой просто не успели довезти парсии PlayStation. Я надеюсь, конечно, что ребята, всем, кто предзаказал, все привезут, и они, как минимум, будут без брака. Потому что говорят, что плойка тоже ломается, так же, как и Xbox, но я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Кстати, помните мой видос, в котором я записывал о том, что Call of Duty ломает игру? Так вот, дело в том, что на Reddit появилась такая тема, и после игры на Xbox Series X у парня данная консоль просто не включилась после этой игры. Вот так же, как и у меня, она, по сути, затухла, ну, выключилась полностью и в итоге больше не включалась. Как вы видите, я в провокационной толстовке. С этой толстовкой, говорят, не дают PlayStation 5, но мы как раз это проверим. Илюк, что-то верит, что плойка привезет? Уже верю. Верит. У него, кстати, 21 числа, по-моему, был экзамен, пересдача экзамена очень жесткого, он боялся не сдать. И мечтал, чтобы поехать после 21 за плойкой, посидеть, поиграть, так скажем, со спокойной душой, получить новые консоли. И, ну, просто расслабиться после тяжкого экзамена. И, по сути, 26 число, конечно, немножко задержали, но все же это происходит. Кстати, для тех, у кого плойка немножко задержалась, тем дадут бонусные баллы, ну, в качестве компенсации. И, на мой взгляд, это неплохо. И лично я на них, наверное, приобрету батарейки для, ну, аккумуляторные батарейки для консоли Xbox Series X, потому что не хочу покупать стандартный аккумулятор за, там, 1500. Он, конечно, дешевле выйдет, но те же батарейки можно использовать, там, куда-то в пульты или в другие, так скажем, аксессуары. Илюха, Илюха, у вас что первое запустишь? В Дэйс Ган. В Дэйс Ган? Красавчик. А я думал в Человек-паука. Я, кстати, в Человек-паука купил, по сути, на двоих с Виджилом. И такая тема, как на Xbox, это тоже работает. То есть ты даешь профиль, он играет, там, стоит домашним, и ты просто потом заходишь и играешь. Я вот хочу, блин, в Человек-паука поиграть, капец как. В Мэрлс Моралес вообще. Я, кстати, мы с Илюхой взяли напополам, по сути, издание с переизданием. Он, короче, доплатил половину суммы стандартного издания, а все то, что сверху оплатил я, и, короче, ну, в любом случае сэкономили, потому что игры все-таки дорогие. Особенно игры, которые одиночные, ну, это дороговато, там, 5 с чем-то тысяч за нее отдавать. Ну, короче, как так. Кстати, что-нибудь кроме Days Gone'а будешь брать? Из игр? Да. Uncharted. Uncharted. Кстати, на самом деле, Илюхе выгоднее взять сейчас PlayStation Plus, там, на 3 месяца или на 12, у них, по-моему, даже сейчас скидка. И, когда ты берешь PlayStation Plus на PlayStation 5, тебе даются игры, даются игры от PlayStation 4. Это некая такая система Xbox Game Pass, но она работает только на PlayStation 5, как я понял. И, по сути, если у тебя нет игр, ну, это неплохая альтернатива не покупать игру по отдельности, так скажем. Насколько я помню, там есть Good of War, там есть Uncharted, есть Detroit. Короче, все-таки, ну, PlayStation Hit, вот, и, ну, в принципе, неплохо сэкономить, я считаю. Та-дам-дам-дам-дам. Так, ну, а мы подъезжаем. Смотрите, это счастливый обладатель. На самом деле-то как-то на счастливый-то не особо похож, как будто тебе пофигу. Счастливый, счастливый. Это тормоз, забыл телефон. Я думаю, у меня сейчас мысли только о плойке. Илюх, а ты не хочешь сразиться на Xbox Series S? А? Давай. Давай, в UFC. Или, знаете, короче... Нет, в боковую UFC. В смысле в UFC? Погоди. Давай так, ты выбирал раньше игру, теперь я выбираю. Или давай, давай выберут они. Короче, пишите в игру, в которую нам зарубиться, и тогда мы зарубимся на Xbox Series S. Давайте так. Если наберется на этом видео достаточно лайков и много комментариев, так скажем, с той игрой, в которую нам можно сразиться, то мы это сделаем и попробуем поиграть на Xbox Series S. Как вы видите, я здесь, для того, чтобы посмотреть, как изменилось. Кстати, PlayStation стоит... А, ну это, наверное, простые... А, это муляж. Xbox'ов. Xbox'ов, Xbox'ов... Все так же нету. Вообще, как будто он не вышел. Но, наверное, все раскупили, потому что... Вообще, опять же, как вы видите... Как будто просто Xbox'ов нет, и как будто Xbox Series не вышел. Ну-ка, сейчас посмотрим. Не, я вообще никаких аксессуаров ничего не вижу. Ах, хотя вот, наушники. Кстати, такие наушники я вообще первый раз вижу. Я даже не знал о их существовании. А, вот, кстати, новый геймпад подвезли. Такая коробочка у него сейчас. Прикольная. В PlayStation, кстати, коробки хотя бы есть, но они все муляжные. То есть, по факту не купишь, но как для вида есть. Почему-то такого нет у Xbox'а, но это как-то странно. Вот, даже вот. Тоже муляж. Тоже муляж. Так, ну, мы уже подходим. Говнюк. Кто там, Коннор затащил, да? Надо было Хабибову выбирать, валялся бы. Просто забил бы тебя, блин, засранец. И теперь, короче, у нас в доме появится плойка. Что, заходим? Наша, да, наверное? Вот она стоит. Что-то волнуешься? Да нет. Ты выйдешь за меня, да? Так, важно, без дисковода. Все, приятного пользования. Спасибо, спасибо. Челюх-то рад? Ну да. Брони, я то и видел ручку один раз это. Ну, а я вернулся и купил, короче, такие батареечки. Потому что, играя на Xbox Series, на геймпати, он у меня сожрал где-то три пары батареек около за где-то полторы недели. Капец. 26 ноября, теперь у нас есть плод пятая. Как говорится, Джамбо сказал, Джамбо сделал. Не, больше вью всех не буду играть. Ну, нафиг. Мне Люха дал подержать. Она намного тяжелее, чем Xbox. Ой-ой-ой. Убери что-то, пожалуйста. Эт, пацаны, безопасность прежде всего. Все, PlayStation готова к перевозке. Кстати, на коробках пока не замечено никаких царапин. И, так скажем, везли ее, наверное, лучше, чем коробки Xbox. Потому что тогда, когда привозили Xbox, там были ссадины, царапины, вмятины. То есть, ну, Sony позаботилась, видимо, лучше о своих консолях, чем Xbox. Как вы видите, мы уже едем домой и будем там распаковывать PlayStation. Че-то рад, блин? Кажется. Засранец. Ну что, плойка у нас, короче, дома. И сейчас мы будем распаковывать. По первым впечатлениям, вот лично мое, она больше, чем коробка Xbox Series X. Тебе так не показалось? Показалось. Она тяжелее. Тяжелее, да. Но здесь есть ручка, вот, довольно-таки удобно таскать. Но, знаете, я смотрел видос, в котором за счет этой ручки уронили плойку. Я что-то боялся за нее нести, поскольку она кажется какой-то такой вот хлипкой. Так, ну что, Илюха, раскрывай. Кстати, по качеству, вот, мне она показалась чуть хуже, чем коробка Xbox. Но, тут ни единого повреждения. Так, давай, аккурат, аккурат, аккурат. Убираем. Это вторая коробочка. Ну-ка, здесь что-нибудь есть? Нет. Илюхе уже не терпится разорвать эту коробку, дабы увидеть плойку. Давай поэтапно, пожалуйста. Давай. Так. Вот начнем с этого провода. Интересно же все провода посмотреть. Ну-ка, открывай. Стой, стой, стой. Так, там DualSense. Илюх, там DualSense. Ну-ка, чё у нас тут? Инструкция. О, это подставка, это подставка, смотри. Это у нас HDMI. Ну-ка, сейчас давай подставку ставь, звучек. Погоди, DualSense не бери. Его в самую последнюю очередь записи. Ничего интересного. Давай геймпад напоследок. Напоследок? После даже консоли? Да. Ты гонишь? Давай, давай, а вот сразу давай. Давай. Илюха делает первый фигнинг, первый ощупь геймпада. Ну-ка. Ну, он нереально удобный. Да? Он удобный, сзади он не такой, как у Xbox Series X. Хотя, может быть, такой даже. Ну, там есть текстурка, есть текстурка, но... Ну, в руке он лежит намного приятнее. Он как-то как будто кажется больше. Он действительно, он даже, видите, длиннее. Намного. Кстати, он какой-нибудь... Нет, здесь больше карбонеса, я так скажу. Чё, удобно? Да, очень. Ну, пока что не играли, ещё непонятно. Рано судить. Но, в принципе, в руке лежит очень хорошо. Ну-ка. Вот он, Next Gen. Кстати, по первым ощущениям, он мне вот, кстати, из-за рукояток какой-то кажется вот реально большой. И вот, наверное, лично для моих рук он кажется пока, ну, так скажем, знаешь, непривычным. Вот эти вот рукоятки, они сильно изменили. Они стали довольно-таки продолговатые и какие-то такие вот тоненькие. Ну, опять же, это, знаешь, мне кажется... Ой, ты чё, его включил, что ли? Да. Чё ты сделал, сейчас он взорвётся. Кстати, вот стики, они, по-моему, не поменяли вообще. Но, самый прикол, мне кажется, в этом геймпаде в том, что он тихий. Вот, послушайте. Ну, вот тот такой же, я думаю. Да ты что? Ну-ка, давай сравним. Вот это вот, мне кажется, преимущество геймпада... Давай, по очереди, первый. Какими? Нет, давай обычными. Давай вот этими. Ну, да, это громче. Давай. Ну, и вот этот то же самое. Нет, ну-ка, давай, делай. Этот громче. Стики, кстати. Вот смотрите, как они сделали стики. Попробуй пошевелить стиками. Вот прям тык-тык-тык. В смысле? Ну, что? Здесь намного громче. И крестовина. Единственное, ну, стики здесь всё-таки выглядят дороже и качественнее, чем здесь. Чел, вот здесь вот, кстати. Кстати, у Xbox мне понравились стики больше, чем у плойки. Ну, я об этом и говорю. Здесь как будто, знаешь, дешёвая кожа какая-то. На плойке четвёртой было то же самое. Вот, кстати, чекни вот крестовину. Услушай, вот... Ну, тише. И здесь. Ну, крестовина у Xbox удобнее, на мой взгляд. Не знаю, мне вот наоборот кажется она. Потому что вот в новом геймпаде сделали крестовину вот именно не такую. Сделали бы, как у геймпада Xbox One, было бы вообще чудно. Давай дальше. Илюха не любит, так скажем, мелочиться. Ну, короче, геймпад на самом деле, вот... У меня пока двоякое ощущение, на нём нужно поиграть. Да, хорош, ничего не видно, но доставай её. Нет, её надо на нас завёрнуть, наверное, скорее всего. А ты на бок её положи, да. Как шаурму. Давай я... Как тебе, Илюха? Я не знаю, что он напоминает, но такое чувство, что это, знаете, какая-то книжка. Верно. Знаешь, мне она почему-то, когда я первые фотки увидел, показалось, что это якобы погнутая бумага какая-то. Её как-то хочется взять, открыть, знаешь. Её можно так открывать, но это... Чтобы посмотреть, что там внутри. Серьк такой. Блин, вот эта вот хрень, на самом деле, глянцевая, она... Смотри, она мало того, что пыль будет собирать, так ещё она будет, скорее всего, корябаться так же, как и Xbox One. Вот это не очень. А вот, что касаемо вот этих вот штук, это прикольно. Мне, кстати, её вид нравится намного больше, чем с дисководом. Мне, наоборот, ну, как-то доверие не внушает вот эти вот штуки. Такую чувствую, что... И всё. Ну да, если, например, углом упадёт. Но, в принципе, необычно. Необычно. Космический диск. Смотри, какая штука здесь есть. Пасхалок, пацаны. Смотрите, оп. Мы вот так вот её поворачиваем. А здесь вот такой болтик. Для чего? Для того, чтобы ты не прятал в коробку его, если ты хочешь его там, ну, поставить по-другому или как-то так. Смотри, мы её сейчас должны... Мы её должны сейчас прикрутить к концу. Сейчас, погоди, я отвертку принесу. У нас первая проблема. Я не могу найти отвертка. Вот теперь всё чётенько. Не прям так заворачивайся. Волнуется, волнуется. Плэк-то одна. Добыть её было нелегко. Так, ну, знаете, она большая. Она реально большая в плане вот габаритности. Но когда вы смотрите на неё вот так вот, она довольно-таки миниатюрная. Ну, вот когда поворачиваешь, это прям вот какая-то бомба. Всё, торжественно тебя поздравляю. Спасибо. Не, ну, кстати, вот насчёт DualSense я вообще строгаю. Какие-то такие двоякие ощущения. То есть, он вот, знаешь, когда ты его взял в руки, нету какого-то восторга, типа, вау, как-то удобно, как-то качественно. Потому что, например, материал геймпада Xbox мне нравится намного лучше, чем вот этот вот. Материал действительно у Xbox лучше, крестовина лучше. Кстати, текстурка... Но размер больше. Вот эта вот текстурка, кстати, если посмотреться очень близко, то вы заметите эти символы PlayStation. Но они не так ощущаются. Прям вот вообще. То есть, вот эта вот текстура, например, на Xbox Series, она ощущается намного лучше, прям, чем вот эта вот. Так, ну, ну, что, Илюх, что скажешь о блоке-то? Какие у тебя первые впечатления-то? Впечатления положительные. Геймпад мне очень понравился, так как размер много крупнее, чем на Xbox. Всё, что касается дизайна... Здесь такая она всё же выглядит действительно какая-то космическая. Но вот на неё смотришь и кажется, что она стоит как-то вот на сломанных ногах. Короче, доверие у тебя не внушает этому. Именно вот подставка. Если, в принципе, положить на подставку, мы ещё не пробовали, возможно, как-то по-другому будет сидеть. Но геймпад мне понравился. Вот именно в ладонях, так скажем, он прям очень хорошо сидит. У него просто лапы больше, чем мои, и поэтому, возможно, ему этот геймпад покажется удобным. Поиграть, попробовать, посмотреть. Так-то неплохо вроде. Не выглядит современно. Тут, если что, если кто-то не знал, то у нового DualSense есть такая штука, как противовес, я не знаю, как это назвать. Короче, адаптивные триггеры. Когда вы стреляете, у вас якобы будет отдача наоборот. Это нужно будет ощутить в играх. Наверное, в Fortnite скачаем, потому что там тоже есть такая фигня. Попробуем купить подписку PlayStation Plus, поскольку там даются игры от PlayStation. Во что ты хотел поиграть? В Death Gun, да. И поэтому потестим. По качеству, по материалу, в принципе, прикольный. Но лично мне геймпад показался, знаете, пока непривычным. То есть, когда я взял в руки геймпад Xbox One, Xbox Series, он такой вау, классный, какой-то новенький, прикольный. А здесь какие-то такие смешанные ощущения, но нужно поиграть, потому что у Xbox тоже были смешанные ощущения. И металл что-то нравился, что-то не нравился. Надо поиграть, потестить. Ну, кстати, что касаемо вообще консоли в целом, плойки, вот такой вид у нее очень презентабельный, реально космический. Вот здесь вот подсветка будет, когда ее включишь. И прикольно. То, что вот подставка, это немножко геймор. Реально геймор, потому что прикрути, найти... Ну, он же такой геймор, на самом деле. Нет, я согласен, что это не такой критический минус, что прям вот капец, как это так. Но просто с точки зрения, опять же, если сравнить с Xbox, просто его положил, вот так, вот так. Тут надо прикручивать и... Нет, но ты можешь подставить на эту ведь просто. Нет. Почему? Не канает. Ее нужно вот так вот ставить. Единственный момент, который вот лично мне вызывает, опять же, какое-то такое спорное решение, это вот эта вот глянцевая фигня. Потому что она будет точно так же царапаться и, скорее всего, оставлять отпечатки так же, как глянец Xbox One. Он принес, на самом деле, много дискомфорта, потому что ты протираешь пыль, и там прям... Там такие царапины. Да и, наверное, в принципе, все, что можно сказать вообще Apple Station. Ну что, Илёха, поздравляю тебя еще раз. С призом. Спасибо. Надеюсь, мы с тобой сыграем на Xbox Series S в какую-нибудь игру. Ребята, не забывайте писать в комментариях, какую игру, ну, так скажем, чтобы против друг друга мы сыграли, в какую игру на Xbox Series S. Пошел ты нафиг с UFC-хо, и вот твоя UFC-хо стоит. Все, мы в UFC больше играть не будем, если только она просто так. Да иди-ка нафиг. Короче, на этом, в принципе, все. Если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение о PlayStation, если вдруг кому-то привезли. У меня пока такие спорные ощущения, пока, ну, нужно запустить. Кстати, дашь ли ты мне ее, да, запустить? Ты Илё? Илёха! Нет, нет, нет. Засранец. Короче, я с ним договорюсь. Вот, надеюсь, вам понравилось, и большое спасибо вам за просмотр. Пока-пока.